Девочки, всем привет! У нас сегодня самое необычное видео из ванной комнаты. Вы хотели, вы мне говорили, Катя, давай сними, и я вот снимаю. Во-первых, мы сегодня с вами будем делать укладку. Я только после душа, я вот не накрашена, выгляжу примерно вот так. Хотела сейчас сделать брови, сделала одну бровь себе, и решила сделать их с вами, чтобы вы посмотрели вообще, что я нашла. Девочки, это просто великолепный продукт. Предыстория, у меня была Маша в гостях. А, и у нее гель Пуси для бровей. И меня, конечно же, жаба вот так вот схватила за шею, говорит, ну, 600 рублей за гель, это очень дорого. И я нашла, девочки, вот такой вот аналог. И я вам скажу так, что это действительно аналог. Потому что, посмотрите, как он делает. Цена я покупала за 380 рублей, девчонки. У меня толстые брови, они, ну, ничем они держатся, но посмотрите, как они им держатся. Ну, то есть, он держит так вот. Я вот Маша просто попробовала тот гель вот так же. Поэтому, девчонки, это не реклама, естественно. Это просто моя личная рекомендация. Что классный продукт. Видите, как зачесывает? И все, вот так вот я, допустим, оставлю, они так и высохнут. Это я уже сделала, она прям, ну, и держится, девчонки, очень классно. Я купила еще вот такой вот, ну, короче, купила еще вот Самойловый гель, потому что тоже все писали, ой, как аналог, как аналог. Нет, девочки, вот он, реально вот это вот. Люкс Визаж Броу Луминейтор. Так, ну, делось, делось. Короче, советую, кто искал. Давайте начинать. Что я вообще делала со своей головой? У меня жирная кожа головы, у меня голова жирнится на следующий день. Я пыталась как-то это изменить своим уходом, но у меня ничего не получилось. Давайте я вам покажу, чем я обычно мою голову, чтобы у вас тоже, знаете, было представление о том, вообще, что и как. Вот мой обычный шампунь. Это Art Infect. Это шампунь-пилинг для головы. И вот такой вот шампунь, ну, честно, мне он не очень нравится. Я не знаю, почему, мне кажется, он сушит как-то волосы, хотя это с кератином, но не знаю, короче, мне он не очень нравится. Вот первый этап – это шампунь. Я помыла. Дальше. Кстати, девчонки, еще иногда первым этапом я наношу кислоту для головы. Второй этап – это кондиционер и маска для волос. Я использую вот такую маску для волос от Mixit. Она с красным перцем. Девочки, она правда жжет. То есть я помыла голову, наношу на корни вот эту маску. Это у меня уже такая третья. И использую кондиционер. Девочки, я кондиционер вообще использую любой, потому что, ну, как-то вот любой, в принципе, подойдет. Вот этот мне понравился. Я попробовала. Классный он для окрашенных волос, но на мои натуральные волосы. И он делает их супер мягкими. И обычно использую вот такой вот кондиционер. Вот. Я их просто лью на голову, поэтому, девочки, покупаю самый обычный. Я не знаю, есть ли смысл вообще в кондиционере покупать его дорогим. По факту мы наносим его только на длину. И, ну, как бы, не знаю. И вот с этим уходом я получаю вот такое качество волос. Да, видите? Поэтому теперь нам надо их чем-то сдобрить. И я вот использую от Леката 17 в 1 средство. Девочки, нормальное. Как бы... Нормальное. Неплохое. Справляется со своей функцией. Просто у него, правда, легко расчесывать. У меня есть еще много средств для волос. Но я вам показываю, в принципе, мой основной такой уход, который я делаю. Если будет интересно, я вам могу показать чуть подробнее. Потом вообще, чем вообще всем-всем-всем, чем я пользуюсь. Там, как пилингую голову. Так, расчесываем и начинаем укладку. Дальше я укладывалась на обычный фен. Вот, но сейчас я укладываюсь на Дайса. Давно девочки не укладывалось. Я, честно, не укладывалась. Именно, чтобы прям не просто высушиться, а вложиться. Ну, с момента, наверное, в беременности я укладывалась в последний раз. Посмотрите, как у меня сильно лезут волосы после, короче говоря, родов. Это еще ничего, потому что я уже снимала волосы. Ну, в общем, вот так. Так, видите, в принципе, расчесывается. Я расчесываюсь гребешком, не знаю, просто потому, что мне удобно гребешком. Расчесывается нормально. Вот этот вот леката, он, ну, как бы рабочий, в принципе. Купила девочки на рекламу, что у всех блогеров были они в обзоре. Ну, правда, нормальный продукт. Сейчас мы просто высушим. У меня волосы не держатся. Видимо, нужно использовать более профессиональные средства. Ну, девочки, профессиональные средства. Я смотрю, я уже присматриваюсь. Ну, профессиональных средств, примерно одно средство, 3000 стоит. Кто пользуется такой профессиональной косметикой, скажите? Ну, я думаю, что эффект, конечно, есть для волос, тем более. Ну, так. Сейчас бы, конечно, хорошо какой-то структурайзер нанести. У меня есть такой вот бустер для волос. Для придания объема. Такой вот бустер. Я, знаете, не могу сказать, что я вам его рекомендую. Это просто я делаю, знаете, больше для своей души. Для успокоения, что я вот нанесла бустер. Ну, как бы. Он не склеивает ничего. Он такой больше увлажняющий. Ну, не сказать, что он держит. Ну, ладно. Я вообще думала, на самом деле, прикупить себе от Бэтхед. Но смотрела обзор профессиональных девочек, кто занимается именно волосами. Говорят, что Бэтхед это надо, типа, покупать. Если Бэтхед, знаете, стоит там полторы тысячи, две тысячи, тысячу за средство, то они советуют, которые стоят по три. Окей. Не знаю, начнем, я думаю, с Бэтхед. Ладно, давайте, приступаем. Девочки, насадка как расческа. Мне она понравилась, и в последнее время я пользуюсь ей. Ей мы сейчас будем делать объем. Как мы делаем? Я разделяю пряди. Таким вот историям. И просушиваю их. Вообще, нужно еще и охлаждать прядь. Когда ты сделала прядь объемную, нужно ее еще охладить, чтобы волос принял эту форму, запомнил, как бы, эту форму. Потому что, если горячую прядь мы опускаем, то она, собственно, разглаживается. Вот, поэтому я буду использовать холодный и горячий воздух. И тебе тоже советую, когда ты сушишь, просто берешь холодный режим и остужаешь волосы. Так, девочки, смотрите, я одну сторону, получается, вот эти бока сушу вот так, вниз. А вот эту часть я сушу вперед. Блин, девочки, тупая насадка. Давайте я возьму свою обычную насадку, которую я сушу всегда. Вот такая. Такой браш, и наверняка у вас тоже есть такой браш. Там есть какие-то в них различия, девочки, я в этом не понимаю. Простите. В общем, берем такую щеточку и сушим. Девочки, не получилось. Не получилось. У меня длинные волосы, их очень удобно сушить. Блин, не знаю. Я вообще их не укладывала сто лет, я уже забыла сама укладывать. В общем, суть, знаете, в чем? Суть в том, что надо будет сейчас разделить голову на вот как бы середину вот так высушить. И там уже пока. Но волосы такие длинные. И вообще, у меня раньше был каскад. Я уже сто лет не стриглась. Девочки, посмотрите на длину. Как бы, я не знаю, они не будут точно лежать. Точнее, стоять. Объема точно я не смогу сделать. У меня нет таких средств, которые смогут их выдержать. Но я, знаете что, обрезать я не хочу. Потому что у меня, в принципе, пока что нормальные устота, конечно, не выпадают. Но такого прям, что их надо срочно обрезать, нет. Мне очень нравится такая длина. Давайте все-таки попробуем сейчас сделать какой-то объем у корней. Я, понимаете, не хочу жесткие средства использовать, типа там ТАФТ, эти пенки. Потому что мне хочется, ну, такое вот, натуральное сделать. Чтобы волос был живой, короче. Сейчас. Давайте немножко попробуем сделать все-таки объем. Опять я включаю на горячую. И вот миксую в горячую-холодную, горячую-холодную. И возьмем вот так вот уложенную. Челочку. Попробую сейчас. Девочки, эксперимент, видите, там вот так же я подбираю. И вот так же сейчас его просушу еще один раз. Так. Все, пошла. И вот они у меня так остынут. И я надеюсь, что у меня будет объем. Или нет. Тут я уже не знаю, что делать. Все, мне надоело. Честно, такую длину сложно укладывать, девочки. Если у вас длинные волосы. Но мне кажется, все девчонки ходят с длинными, с прямыми. Потому что делать объем на длинных волосах, это очень сложно. Так, мне там все нафиг расползлось. Девочки, чтобы снимать такие видео, надо самой уметь что-то делать. Ладно, пофиг. У меня все запуталось девчонки. У меня запуталось прядь. Девочки, я не парикмахер. Пофиг. Все, буду ходить так. Девочки, давайте сейчас еще концы подделаем. Это моя укладка, да? Я же не профессиональный стилист, правильно? О, видите, уже немножко, кстати, объемчик есть. Чувствуется чуть-чуть, чувствуется, чувствуется чуть-чуть объема. О, совсем. Так, все, девочки, сейчас мы делаем концы и до свидания. Ну, кстати, видите, как распалась красиво, да? Случайно такое же. Ну, что, берем эту гульку такую. Всем известную. Делаем. Делаем, девочки, немножко конечки, чтобы у нас было понаряднее. Опять горячий-холодный, горячий-холодный. Ну, вот это чудо Дайсона, как бы, вот оно. Но она особо у меня долго не будет держаться. Но сделаем для красоты, да? Так вот они быстро получаются. Девочки, сразу скажу, у кого такие волосы, как у меня, это прям недлительный эффект. Ну, они хотя бы, знаете, потом распадаются, но немножко приобретают вот эту аккуратность такую. Волосы, в принципе, делю где-то на три пятки. Все. Давайте сейчас чуть-чуть добавлю лака. Лак у меня вот такой. Обычный лак. Сейчас. Кош, прям в лоб. Так, я не люблю много лака. И сухого шампуня, чтобы просто подольше этот все у нас праздник держался. Так, на макушку. Так, ну что? Давайте распустим всю эту красоту. Посмотрим, что вышло. Девочки, ну, блин, простите. Такая укладка. Ну, нормально вышло. Своими руками. Еще немножко даже мы с вами это сделали том. Вот так. Девочки, ну ни о чем. Соглашусь. Ну и что? Нормально. Нам так с собакой выйти погулять. Вот видите, они уже распались. Я вам говорю, потому что надо использовать, чтобы все было хорошо, нужные средства. Если у вас особо нет средств, не ждите суперрезультаты и не расстраивайтесь, что у вас распадаются кудры, потому что вот у меня они тоже распадаются. Чтобы кудры держались, их нужно правильно накручивать, правильно фиксировать, правильно все делать. Девчонки, ну, а мы с вами, собственно, все это знаем, но делаем все так, по-домашнему. Вот такая вот история. Как вам? Ну, нормально. Ну, как интересно, как сзади. Ну, симпатично. Да? Лучше, чем было. Так. Ну, вот и все. Девочки, как ваши дела рассказывать? Я тут девчонкам показывала в телеграме. Купила карандаш от Beauty Bomb. Он просто, я не буду его наносить, потому что оттенок у него такой, как у бабулечки на лавке. Ну, можно, знаете, только чуть-чуть его. Тик-тик-тик-тик. Все. Ужас розовый. Вы прикиньте, я такое делаю. Ну, я не знаю, чем я выбираю вообще в магазинах. Я выбираю, по-моему, не глазами. Это, кстати, плампер. Он просто такой телесный, можно брать. Но мне не очень нравится, знаете, как работают пламперы. Потому что у тебя получается, как будто ты немножко поел только там том-яма или что-то такое. То есть горят губы, они краснеют, розовеют. И это, мне кажется, выглядит не очень. Ну, вот видите, капельку, если добавить этого карандаша, то не так уж и плохо. То есть, розовато, конечно, но нормально. Девочки, ну все, посушились мы с вами. Просто прямые волосы. Ну, вот я вам говорю, что это как бы такое. Игрушки. Ну, немножко хотя будут концы завиваться. И даже вот так, даже если у вас волосы, ну, не держатся, да, но завиваются в конце, это, в принципе, добавляет такой аккуратности образу. Вот, поэтому все. Девочки, я пошла, пока. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Всех целую, обнимаю, пока.